У важности ударов по Крыму и роли украинских партизан. В этих операциях в эфире одного из каналов рассказал майор запаса НГУ, ветеран Украино-Российской войны Алексей Гетьман. В результате комбинированного удара ВСУ было повреждено 12 вражеских самолетов на аэродроме Саки. Это была подготовленная атака однозначно. Там рассчитывался маршрут полета. Следует также отметить работу украинских партизан, которые помогали в проведении этой акции. Ведь многие вопросы нужно было решить не только у этого аэродрома, но и по маршруту следования ракеты. Поэтому партизаны сообщили, такой маршрут наилучший для преодоления круглого противника. Что касается самого аэродрома, то это один из четырех основных аэродромов, которые враг использует для нанесения авиаударов по нашей территории и уничтожения таких посадочных полос. Это даже может быть выгоднее, чем уничтожение базирующих на нем самолетов. Ведь самолетов у врага хватает, они могут их заменить, перекинуть других авиабаз. В то время как уничтожение взлетно-посадочной полосы может вывести из строя аэродром на длительное время. При уничтожении командного пункта «Россия» в Крыму использовали ракеты Storm Shadow, чтобы россияне не рассказывали о беспилотниках. Эти ракеты интересны тем, что они могут взрываться с определенной задержкой после попадания в объект поражения. То есть даже при попадании в бункер взрыв произойдет не на поверхности. Ракета благодаря кинетической энергии проникает внутрь и там взрывается. Во-первых, эти ракеты могут разрушать укрепленные сооружения. Во-вторых, спутниковые снимки разрушенного объекта показали, что попадание было очень точным. Отклонение было менее 1 метра. Разрушен серьезный командный пункт. И вот именно это разрушение вспугало оккупантов Крыма больше, чем уничтожение самолетов. Чтобы отрезать сухопутный коридор из Ростова в Крым, нам не обязательно выходить на само побережье Азовского моря. Там на юге проходит железная дорога, которая является основной логистической цепью, через которую идут поставки Крыма и юга Украины. Эта железная дорога идет от Полновахи через Токмак до Мелитополя и затем до Джанкои в Крыму. Тогда мы начнем контролировать этот логистический маршрут, а следует напомнить, что до Токмака силой обороны осталось 16 километров. Прекратится основная поставка врага.